Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый детский сад открылся в промышленном районе Самары в границах проспекта Кирова, улиц Старозагора и Воронежской. Он рассчитан на 240 воспитанников. В детском саду будут работать и 4 ясельные группы. Для детей от 1,5 до 3 лет. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Лена Лапушкина оценили ремонт и оснащение детского сада, а также пообщались с воспитанниками и их родителями. Подробности в нашем сюжете. Вот наши самые дочери. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приятного аппетита всем! Спасибо! Событие, которого долго ждали дети и родители, проживающие в промышленном районе Самары. В границах проспекта Кирова, улиц Старозагора и Воронежская, а также Московского шоссе построили новый детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников. В нем будут работать 12 групп, 4 из которых ясельные для детей от 1,5 до 3 лет. Промышленный район Самары активно развивается. Это одна из самых густонаселенных территорий, поэтому спрос на такие учреждения растет. Строительство здания находилось на контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Сегодня они оценили результат. Педагогический коллектив сделает все, что необходимо, чтобы детки получили и навыки, и знания. Конечно, это нужно, чтобы было поддержано в семье, это развивалось, чтобы все время интересовались, а чему научились сегодня, а что происходило. И тогда этот процесс будет происходить быстрее и успешнее. А значит, и ребенок будет быстрее развиваться и вырастет настоящим патриотом нашей великой страны. Строительство детских садов и школ – это такая задача особенно важная и особенно радостная. Мы понимаем, что город растет, город развивается, что в этот детский сад будут ходить совсем юные граждане нашей великой страны. И совершенно точно вот такие масштабные строительства, такое количество детских садов и школ не было бы возможно, если бы не национальные проекты, которые наш президент инициировал, Владимир Владимирович Путин, и без личного, очень активного, очень деятельного, внимательного участия нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Здание сада построено с учетом потребностей ребят с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи строения установлены пандусы, внутри специальный лифт. Для занятий спортом и музыкой на одном из этажей организованы два зала, площадью около ста квадратных метров каждый. Спортивный зал. Он у нас получился очень уютным, светлым, комфортным и современным, а самое главное – безопасным. В детском саду для детей будут проводить занятия по робототехнике. Губернатор Дмитрий Азаров преподнес для их проведения специальное оборудование. Спасибо огромное, Дмитрий Игоревич, за то, что вы нам подарили тот подарок, который мы ждали. Потому что элементарное программирование робототехническое. Мы увидели этот набор, мы в него играли, мы этим роботом пытались двигаться, решили, что наши дети этого... Пока детский садик еще не полностью укомплектован, есть возможности у вас поиграть, но потом все-таки воспитанием занимайтесь. Хотела бы выразить вам огромную благодарность от всех жителей промышленного района города Самара за ваш созидательный труд, за внимание и понимание наших проблем, за помощь всестороннюю промышленному району. Ну и, конечно же, за исполнение долгожданной мечты, наверное, всех родителей. Территорию вокруг детского сада уже благоустроили. Здесь оборудовали дорожки, детские игровые площадки, высадили деревья. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и властей города. По итогам 22-го года и началу 23-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Обеспечению малышей местами способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография». Виктория Шарая, События. В департаменте образования прошло заседание комиссии по распределению свободных мест в дошкольные учреждения города. Традиционно в мае проводится основное распределение детей согласно поданным заявлениям и очередности. Какие факторы влияют на распределение и сколько детей в этом году получили места в детских садах города, расскажет Галина Топилина. 9584 ребенка получили места в детских садах Самары. Из них больше половины – малыши в возрасте до 3 лет. Такие итоги майского наиболее массового распределения свободных мест в дошкольные учреждения Самары озвучили в городском департаменте образования. По словам руководителя департамента, комплектование происходит в общеразвивающие и специализированные группы. В этом году 30 групп дополнительно откроются для детей с ограниченными возможностями здоровья. Распределение зависит от четырех критериев. Во-первых, от льготы у родителей на предоставление места ребенку в детском саду. Это преимущественное первоочередное право. Во-вторых, от срока постановки в очередь. В-третьих, от возраста ребенка на 1 сентября 2024 года. Именно этот возраст учитывает система при распределении. Ну и, конечно, от специализации группы, которую выбрали родители, подавая заявление. Получение места в детском саду – волнительный и ответственный этап для родителей. Дина Ягуранова второй раз принимает участие в процедуре распределения. Рассказывает, это важный опыт, потому что можно увидеть своими глазами, как работает система. Здесь на комплектовании мы можем видеть, как проходит комплектование на самом деле. Что все прозрачно достаточно, что родители понимают, что это все комплектует система. От них нужно только вовремя подать заявление, правильно сформировать заявление и предоставить правильные документы. Все остальное делает система и зависит от наличия вакантных мест в группе, в которую они хотят попасть в детском саду. Родителям, чьи дети стояли в очереди на распределение мест в детские сады, необходимо проверить статус своего заявления на портале госуслуги. Если статус электронного заявления изменился с очередник на направлен, то ребенка распределили в одно из образовательных учреждений. В течение 10 дней после информирования о предоставленном месте необходимо подтвердить направление. Начинаем обзванивать всех родителей и приглашать в детский сад для подписания направления в детский сад. И тут же информируем родителям, рассказываем, как будет проходить оформление ребенка в детский сад, как они должны подготовиться. Все лето, в май, июнь, июль, август детки готовятся к детскому саду, проходят адаптацию, приходят нам на консультации. И как только они готовы, они в дальнейшем приходят и заключают договор с детским садом. Родители могут отказаться от предоставленного места, если оно по каким-то причинам их не устраивает. Для этого нужно обратиться в офис МФЦ. Очередность при этом сохраняется и будет учитываться при следующем распределении. Комплектование групп в детские сады будет проходить в течение всего года. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. В Самаре начали отключать теплоснабжение в социальных учреждениях. Это связано с улучшением погодных условий. Решение приняла городская администрация по согласованию с ресурсоснабжающими организациями. Напомню, ранее по заявкам потребителей возобновляли подачу тепла из-за похолодания. Теплом были обеспечены детские сады, школы, больницы и другие объекты здравоохранения, учреждения опеки и соцзащиты. Отключение ведется 17 мая. Алгоритм аналогичный. Потребителям необходимо подать заявку в техническую службу единой теплоснабжающей организации. Символ победы, героизма и взаимопомощи. Стартовал шестой международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Открыла серию мероприятий, посвященных известному полотну «Научно-практическая конференция уроки истории Самарского знамени». В разговоре об историческом значении и итогах русско-турецкой войны 1877-1878 годов приняли участие ведущие специалисты в области науки и культуры России и Болгарии. Потомки генералов, а также студенты Самарского университета. Подробнее в нашем сюжете. Самарское знамя – единственное российское полотно, которое имеет болгарский орден за храбрость. Это символ победы, настоящая реликвия. Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии, в отдельном помещении с особыми условиями и подусиленной охраной. О роли этого полотна в освобождении болгарского народа и его боевом пути говорили на научно-практической конференции «Уроки истории Самарского знамени». Самарское знамя – это великий символ наших полководцев, и действительно под ним сражалась не только третья дружина болгарского ополчения, но и оно является знаменем-героем для всех стран Балканского полуострова, которых освободила Россия в рамках той войны 1877-1878 годов. На конференции ведущие историки, деятели науки и культуры обсуждали также динамику взаимоотношений между Россией и Болгарией. Итоги освободительной русско-турецкой войны второй половины 19 века и историческое значение того конфликта. Как всегда подчеркивает и МИД, что у нас всегда связи с народом, они не прерывались никогда и в дубоверенно при османах, и при других властях. И создание болгарской церкви, болгарской государственности – это все связано непрерывно с Россией. Поэтому нашим связям с народом болгарским ничего не угрожало и угрожать не может. Среди гостей, конечно, представители Болгарии. Они отмечают, что сейчас в разработке есть несколько мультимедийных проектов, которые помогут сохранить историческую память о тех событиях. В том числе и фильм, чтобы Самарское знамя оставило и значительный культурный след в истории страны. Самарское знамя – это гениальная вещь в истории России. Такого нет другого. Это пример невероятнейший. Вот это некий результат деятельности российского общества, связанное с морально-эмоциональным отношением к той русско-турецкой войне. Это тот символ, который на некоторое время, может быть, был единственным для болгарского народа. Это мероприятие должно стать очередным в цепочке серьезных мероприятий на территории России, которые посвящены русско-турецкой освободительной войне. Поэтому мы не могли не приехать в ваш прекрасный город. Также на обсуждение были приглашены и потомки тех российских генералов, которые помогали болгарскому народу вести освободительную войну. Они помнят всех убитых. 500 памятников в Болгарии сохранилось и ухаживают до сих пор за ними. И поэтому часто мы встречаемся с болгарскими друзьями, бываем в посольстве Болгарии и бывали в Болгарии три раза. Поэтому мы работаем в тесно со школами, институтом, библиотеками и даже говорим о вашем знамени. Наши истории силой и славой, учим с рождения детей дорожить. Научно-практическая конференция, которую транслировали для всех россиян, дала старт шестому международному патриотическому фестивалю «Самарское знамя». В программе фестиваля 18 мая торжественный молебен, возложение цветов к могиле Петра Алабина и его супруги и крестный ход. А в Струковском саду будут работать 50 творческих исторических патриотических площадок, кинолекторий, мастер-классы, фотозоны и другие площадки, связанные с русско-турецкой войной, с русской императорской армией и с героями спецоперации. Вход на все мероприятия свободный, без возрастных ограничений. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. О «Самарском знамени» рассказали ученикам технического лицея на уроке мужества. Его провели в честь Международного патриотического фестиваля. Подробности расскажет Полина Чулякова. «Самарское знамя» – символ победы в русско-турецкой войне и освобождения стран Балканского полуострова от Османского ига. 147 лет назад жители Самары подарили знамя болгарским повстанцам, чтобы выразить поддержку и солидарность в борьбе за свободу. С «Самарским знаменем» в руках бойцы вели бои за Старозагору, Новозагору, Шибку и Шейнова. Для учеников Самарского технического лицея прошел урок мужества, темой которого стала история легендарного знамени. «Мы должны понимать, что подобные дни имеют очень яркое символическое значение в плане объединения народа, объединения граждан нашей страны. Ребята слушаются с интересом, и меня радует, что они сознают смысл проводимых этих уроков и их значение для их дальнейшей жизни и для сегодняшнего момента». Над уроком работали выпускники лицея Иван Ивашев, Артем Анжеваткин и Игорь Ильичев. Они также несколько раз в месяц проводят экскурсии для учащихся в школьном музее, рассказывают о героях нашей страны и об их подвигах. «Знамя было вручено третьей дружине Балкарского ополчения под командованием подполковника Петра Павловича Калитина. Он поклялся, что пока хоть один ополченец будет жив, знамя в правильном до 100 месяцев». «Мне интересна эта тематика. Я, в общем, интересуюсь историей России. Я трепетно отношусь к различным победам, прошедшим в нашей стране. Поэтому мне интересна эта тематика». «Для нас всё это важно, потому что всё это наша история. Это первое. И второе, вот есть такие слова в песне «Это нужно не мёртвым, это нужно живым». Такие уроки мужества проводятся в лицее практически каждый месяц. Зачастую они приурочены к знаменательным датам в истории нашей страны». Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. В Самаре началась расчистка городских пляжей от паводкового мусора. Береговую линию очищают от брёвен и бытовых отходов, которые принесло течение с помощью техники. А более мелкие ветки собирают вручную. Работу выполняли на первой очереди Самарской набережной. Подробнее в нашем сюжете. Камыш к камышу, бревно к бревну. В районе первой очереди набережной 8 единиц техники и 10 рабочих проводят очистку береговой линии от мусора, который принесло паводковым течением. Там, где необходимо увести габаритные предметы, в дело вступает механизированная техника. А где нужен более точечный подход, орудуют лопатами и граблями вручную. Под песком находится коса, ну скажем так, соломы, либо камыша, который физически граблями невозможно выграбить. И поэтому техника проходит. Сначала собирает именно песок грязный с камышом, а уборщики уже на граблях прочесывают те места, что не смог захватить ковш погрузчика. В прошлые года течение приносило к берегу даже бытовую технику, различные бочки и канистры. В среднем каждый год на полигоны вывозят до 2000 тонн мусора. Работы по очистке пляжей замечают и жители города. И с нетерпением ждут, когда можно будет выйти на чистый песок, чтобы принимать солнечные ванны. Конечно, конечно. Мы часто ходим на пляж, загорать, купаться. Так что с удовольствием ожидаем начала сезона. Пока уровень воды в Волге еще достаточно высок, но как только он опустится до нормативных значений, специалисты проведут повторную очистку песка. После чего начнут завозить новый песок и оборудование для окончательной подготовки пляжей к купальному сезону. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Рассказать об известных людях, живших в Самарской области, и пробудить в детях любовь к родному краю и гордость за него. В Самарской библиотеке номер 6 прошел краеведческий час «Родина моя. Источник вдохновения». Он был посвящен жизни и творчеству краеведа и поэта Петра Яськова. Подробности в нашем сюжете. Любовь к стране начинается с любви к своей малой родине. В этом уверены сотрудники Самарской библиотеки номер 6. Они регулярно проводят для школьников открытые уроки, на которых рассказывают о знаменитых земляках. Ну, во-первых, чтобы познакомиться с поэтами, которые жили на территории их города, в котором они живут, город Самара. Чтобы они знали, что есть такие люди, которые вдохновились своим городом. Такие мероприятия очень полезны для детей, потому что они прививают им любовь к своему городу, к своей стране. Сегодня в библиотеке прошел краеведческий час «Родина моя. Источник вдохновения». Он был посвящен жизни и творчеству краеведа и поэта Петра Яськова. Петр Матвеевич прошел войну, был в концлагере, после чего его объявили изменником Родины. Но позже он был реабилитирован и в 1969 году переехал с семьей в Куйбышев, жил в Зубчининовке. Исучал историю происхождения этого поселка, писал стихи и о войне, и о Самарском крае. Сегодня нам рассказывали о поэте, который писал стихи о войне, о своем родном крае. В 1969 году переехал в Самару. Во время Отечественной войны был в концлагере. Чтобы дети тоже знали историю своего края, знали хороших людей. Очень хорошо, что наша школа сотрудничает с библиотекой, потому что можно узнать о многих известных людей, которые жили здесь. Можно узнать новые стихи о своем крае родном. Чтобы знать историю своего края, чтобы рассказать потом кому-нибудь то, что вот ты знаешь вот это вот или это. Краевед и поэт Петр Яськов часто проводил для школьников уроки в библиотеках. Умер в августе 2000 года. Его имя носит Самарская школа номер 147. Виктория Шарая, Константин Головин, События. 18 мая Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев». Сейчас идет подготовка. В музей-галерее «Заварка» на Самарской 207А открылся информационный центр, где посетителям рассказывают о программах творческих площадок, а также маршрутах экскурсионных автобусов. Еще один информационный центр на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. В субботу Самарские музеи, культурные центры, галереи, арт-пространства, библиотеки, театры ждут жителей и гостей города. Главная тема «Ночи музеев» в этом году – из поколения в поколение семейные реликвии. Яркие картины и игрушки, знакомые многим из детства. В Самарском музее-галереи «Заварка» открылась выставка художницы Яны Арбузовой «Сюрприз». С творчеством ознакомился наш корреспондент. «Ностальгия по детству» – основная тема выставки «Сюрприз» самарской художницы Яны Арбузовой. Ее вдохновила коллекция игрушек, которые многие дети собирали в 90-х и начале 2000-х. В экспозиции 10 живописных работ художницы, на которых можно увидеть популярных в свое время пингвинов, бегемотов, акул и динозавров. Я родилась в 97-м году, и в нулевых я активно собирала в детстве киндер-сюрпризы. Живописные работы представлены во втором зале, в первом – видео-арт, и в третьем – зале – инсталляция и сами представлены киндер-сюрпризы. В этой выставке мы затрагиваем достаточно большую и сложную тему ностальгии, и говорим о ностальгии не как реставрирующей, а как рефлексирующей. Поэтому почитать экспликацию и познакомиться хотя бы с этим уже достаточно полезно. Игрушки изображены на картинах не новыми, только что распакованными, а уже дожившими до нас вещицами собственной истории. На многих можно заметить потертости и отломанные детали. Выставка меня впечатлила очень. Во-первых, она трогает тем, что это реально воспоминания из детства. То, что я их сама коллекционировала, и однажды полную коллекцию продала. И сейчас, смотря на эти картины, вспоминаю каждый, так скажем, артефакт бегемотов. Мне это трогает за душу. На пингвин. На самом деле, он был единственный у меня среди бегемотов. И он отличался тем, что он был среди таких одинаковых, такой яркий персонаж. Работы расположены в трех залах музея галереи «Заварка». В двух представлены картины и сами игрушки, а в третьем – видео-арт. Яна открывает яйцо шоколадное, где она лопает контейнер, где находится игрушка, и есть шоколад. Но самое главное здесь не показано – именно игрушка. То есть мы не знаем, что же нам попалось. Это будет радость или разочарование. Например, может быть, вам попался какой-нибудь один из десяти пингвинов, которые у вас уже есть. Скажем так. Или, например, какая-нибудь редкая игрушка. Такое тоже возможно. Выставка пройдет до 23 июня в Заварке. Там же посетители могут обменяться своими киндер-игрушками и послушать лекции, посвященные поп-арту. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. В областной столице состоялся галоконцерт фестиваля творчества студентов «Веснушка». В этом году судьи отсмотрели более 250 творческих номеров и отобрали лучшие, которые показали в этот вечер на сцене. Победители фестиваля получат возможность отобраться на российскую студвесну для учащихся профессиональных образовательных организаций, которая пройдет в этом году в Ставрополе. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары информирует жителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом. Угарный газ или окись углерода представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки. Поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно. Во время работы газовых приборов необходимо проветривать помещение. Перед розжигом следует проверять тягу в дымовых каналах. Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые приборы, использовать плиты для обогрева, самостоятельно ремонтировать оборудование. При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить в экстренные службы по телефону 0404-01-101-112, сообщает телеграм-канал администрации Вести с Дворянской. Более 400 тысяч жителей Самарской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. Из 105 территорий они выбрали 49 мест, где уже началось преображение. В прошлом году всероссийское голосование проводилось в 10 городских округах. Самаре, Тольятти, Новокуйбышевский, Сызрани, Октябрьский, Кенеле, Жигулевский, Чапаевский, Похвестневе, Отрадном и в муниципальном районе Безенчукский. Информирует телеграм-канал Департамента городского хозяйства и экологии Самары. Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия, целью которого является привлечение внимания общества к необходимости усиления защиты и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общероссийский телефон доверия 8 800 2122 начал работу в 2010 году. Этот номер предоставляет возможность получить бесплатную анонимную и квалифицированную психологическую помощь от специалистов, которые помогут найти выход из сложных ситуаций. Телефон во всем мире признан эффективным инструментом оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям. На этом выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok